Привет! На этой неделе Следственный комитет выполнил план по компьютеризации ведомств на несколько лет вперед, потому что провел около 200 обысков по всей стране и изъял сотни компьютеров и телефонов сотрудников и волонтеров штабов Навального. Теперь Следственный комитет может проводить чемпионаты не только по хоккею, но и по доте, причем сразу всероссийского уровня. Обыскивали также и родственников, родители, сестер, братьев, изымали у них бабушкины телефоны, детские планшеты с мультиками и доводили до обмороков. Ну-ка, лезите на пол! Что это делать? Смутим, говорим, что это. Друзья, хуй, 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 хуй. Угрожали, обещали сломать дверь. Вот, сотрудник полиции вырвал мне телефон из рук, при этом взломав руку. Я попросила сотрудников СК отправить моего ребенка к бабушке, чтобы она не смотрела на весь этот ужас, но мне было отказано. Нет! А, испугай, ребенка дичайший, конечно. Дичайший, потому что... Дичайший, потому что... Помимо обысков у всех еще заблокировали банковские счета на невероятные суммы. В основном это 75 миллионов, которые фигурируют по делу ФБК, но есть и исключения. Прежде всего, конечно, не мог не отличиться мой родной Саратов. У нас своя атмосфера. Тут у сотрудника штаба и волонтерки заблокировали по миллиарду рублей на каждой карте. А вот у координатора курганского штаба заблокировали сразу 7,5 миллиардов, что примерно равно годовому бюджету самого кургана. Он пожался в техподдержку и оказал, что в Тинькове реально поставили лишние нули. Перед ним извинились и сказали, что, мол, не переживайте, завтра поменяем блокировку с 7,5 миллиардов на всего лишь 75 миллионов. У меня тоже есть карта этого банка. И знаете, когда мне приходит зарплата, что-то нули никто не путает, а жаль. Как будут жить теперь эти люди, неизвестно. А единственная их вина в том, что им заплатили официальную белую зарплату за честную работу. Причем из денег, которые жертвовали люди по всей стране. И отдельно меня здесь раздражает, что в каждое сообщение о блокировке очередного миллиарда на счетах сотрудников Навального приходит человек, который спрашивает, ну откуда у него миллиард-то на счете был? Никакой эмпатии и желания разобраться. Тяжело жить в России. Тяжело. А еще на этой неделе в Москве прошел самый абсурдный на свете парад. Все садовое кольцо перекрыли и выгнали с тротуаров людей, чтобы показать по телевизору это. Нет, я, конечно, не против ЖКХ, у меня даже есть знакомый дворник. Но мне не нравится, что все эти люди хотят проводить парады и пропагандировать эти ценности на улице. Пусть лучше убираются у себя дома. К тому же вдруг этот парад увидят дети и захотят стать снегоуборочной машиной. С другой стороны, неудивительно, что парад сотрудников коммунальной сферы прошел именно сейчас, после выборов. Они же главная политическая сила в стране. Пока все остальные сидят дома, эти люди реально выбирают абсолютно всех. От самого мелкого депутата до президента. Вы только подумайте, они своими вот этими ручками избрали 25 депутатов Мосгордумы. То есть у коммунальных служб там есть большинство в парламенте. А значит, каждый сотрудник ГБУ-жилищник сможет получить за это ничего. Кстати, такие парады проходят не в первый раз, и каждый раз они попадают в книгу рекордов Гиннеса. Россия наконец-то нашла свою нишу, где у нее нет конкуренции. Был занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый масштабный парад коммунальных и вообще городских машин. И надо сказать, что по многочисленным просьбам именно жителей столицы в очередной раз он был проведен, потому что вот тогда действительно, как они говорят, запал в душ. Забавно, что ведущий говорит, как москвичи ждали этот парад, но на улицах нет ни одного москвича. Для репортажа даже пришлось снять какую-то ложу для высокопоставленных лиц, что вообще тоже немного странно. А, Сергей Семенович, здравствуйте, извините, что беспокою. А проходочку на парад организуйте, пожалуйста, жена очень хочет посмотреть на мусоровозы. Но, вообще говоря, немного странно проводить парад пустых автобусов и машин реанимации в стране, где одна машина скорой помощи должна обслуживать десяток деревень. Да и та не ездит, потому что дорогой бензин. Такая неделя, такие новости. С вами была Марина Мизинова. Подписывайтесь на наш канал, а также, пожалуйста, не забывайте нам ставить лайки под роликом. Спасибо, что смотрите нас. Всем пока. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok